всем привет с вами я алена александрова главный редактор журнала лиза и ведущая подкаста а вот это попробуйте каждую неделю мы встречаемся с людьми которые сидят на диетах правильно питаются и говорим о похудении здоровом образе жизни подписывайтесь на нас в приложении google apple и яндекс музыка а еще нас можно слушать на сайте лиза.ру в разделе подкасты сегодня у нас в гостях андрей воронин который расскажет нам историю своего чудесного преображения похудения давайте начнем андрей вы не стесняйтесь своего возраста сколько вам лет мне кажется еще пока можно в любом возрасте буду открыто говорить отлично а насколько вы похудели ну я скинул всего 31 килограмм честно скажу что когда скинул 28 29 килограмм организм и уже говорил что как бы достаточно но дабы в будущем заявлять себя как человек который похудел на 30 и более то есть цифру 30 хотел достигнуть я все-таки дожал до 31 килограмма но меня пару трок килограмм вернулась то сегодня я минус 28 килограмм от того веса уже вернулась мышцами как бы цифра конечно фантастическая какой был период похудения за шесть месяцев я скинул весь вес и еще месяц был удержание еще там с ну это очень быстро нет это то что то чтобы это прям фантастика мне кажется чтобы еще а сколько прошло уже времени с похудения надо посчитать я думаю что месяцев 13-14 наверно то есть уже больше года уже я уже работаю диетологом год давайте не будем раскрывать сразу всех секретов мы чуть позже вернемся к этой теме что оказалось самым сложным похудением срывы какие-то тянуло слишком вот какой-то привычной еде или естественно все это было все это было но так как я от этого устал очень сильно когда худел на других каких методиках у меня уже в голове как бы сформировались знания как худеть без этого поэтому срывы у меня были но я их делал контролируемые я их делал в определенном алгоритме спорт я как бы практически не давал то максимум что были на зарядке потом уже я там вышел на более систематический футбол и зал и так далее то есть принципе ничего такого что сильно отягощало похудение не было я даже сказал что наверное это самое ленивое что я когда-либо слышал из сферы диетологии или похудения то есть вот удивительно на самом деле то есть со спортом вы не дружили до меня нет я всю жизнь занимался спортом я даже был толстым занимался спортом я ходил в залы я даже не беру тренажерка нет или на журку у меня были как бы доступа на групповые мероприятия иногда захаживал на йогу иногда захаживал на бассейн иногда я не берег колени играл даже футбол все это как бы не помогало скинуть вес но есть как бы спортивный образ жизни я не не приостанавливая не знаю как с какого детства с трех лет наверное из пяти лет вот но вес равно набрался а в детстве вы были крупным ребенком или в какой момент вы располнили что у меня был период когда меня называли пончиком друзья у меня был лишний вес потому что меня кормил и воспитывала бабушка понятно мама работала я ел и бутерброды и блины и так далее и тому подобное но потом с возрастом лишний вес ушел был период когда я был вообще стройный даже ближе к худому но потом как и все мужчины я начал обрастать мясом больше лениться понятно возвращаться больше вредной еды наверно ночью в том числе фастфуды да и я в итоге набрал вес а что тогда мотивация стала для того чтобы взять себя в руки и прямо скинуть такую большую цифру ну самое главное то что я созрел я понял что вам стало тяжело ходить появилась какая-то одышка или вы почувствовали что девушки перестали обращать на вас внимание вот что-то должно было такое произойти все таки мне кажется но много много чего было как бы и и психологи которых я проходил там связи с разводом и друзья и ситуации на работе и сам я ловил вот эти моменты когда я хочу завязать шнурки понимаешь мне тяжело из живота я еще пуфик что у меня одышка там я там буквально второй этаж поднимаюсь у меня одышка или какие-то другие вот такие моменты естественно накопились и в один прекрасный момент я понял что я не готов больше носить лишний вес причем у меня все нормально с любовью к себе и жить по радости поэтому никогда себе не запрещал там съесть десерт или съесть там что-то еще или там куда-то поехать и я перекрывал минусы нахождение в лишнем весе тем что я успешный то есть я успешный юрист у меня успешные отношения у меня все нормально с друзьями как только мне кто-то говорил про вес играл сколько ты зарабатываешь дружище суда иди и я понимал что как бы тем более женщины как бы они живут в основном те которые мне попадались им все равно как главное что ты добрым был зарабатывал достаточно там не гулял там по ночам где то есть но есть лишний живот или нет как бы никто особо не говорил поэтому я не видел в этом проблема но постепенно с годами я все-таки попадал такое количество ситуаций что я преисполнился желанием эту проблему осознать и с ней что-то сделать и там очень много разных факторов я и с долларовыми миллионерами общалась они все стройные питаются там как бы яблочко зошники в общем зошники йоги сыроеды все стройные все выступают на сцене двое суток нету одышки даже вот не выбрасывает тут я попал на сцену и как бы через час у меня начало как бы дыхание уставали все понимаешь что контроль аудитории что я говорю плюс микрофон плюс не выдыхать микрофон плюс успевать вдыхать кислорода достаточно то есть я ловлю одышку я понимаю почему то не робинс а проблем со здоровьем вот не было на тот момент еще что тоже какой-то вы почувствовали что все ватерлиния надо что-то с собой делать такого чтобы прямо что-то менять нет наоборот как бы я такой очень правильный образ жизни ведете ну я да я как бы давно не курю не пью но в то же время я как бы никогда не избегаю фастфуды я не запрещаю себе там всю ночь танцевать потом поехать по рабочим делам то есть я не рухну спать если если не хочу если хочу конечно рухну спать мне до этого даже в не надо ему просто телефон отключу всем скажу что ребята вы сегодня выходной понятно вот поэтому никаких причин таких радикальных него и исключительно причина одна я просто понял что это не модно это не полезно я быстрее устаю я меньше зарабатываю я сам себе не нравлюсь я стесняюсь фотографироваться и когда я эти сто пятьдесят критериев этих факторов для себя выявили да не понял что просто значит она что-то лишний да он лишний реально и я как как человек не признающий что я чего-то не могу я естественно я я делал попыток много но в этот раз как бы я сделал это без присмотра специалистами это сделать исключительно тех знаний которые получил ранее а вот это интересно кстати вот с чего все началось вы же юрист вы же совершенно с другой сферы вы никак не связаны ни с питанием не из диетологии у вас наверняка не было никаких вот таких ситуаций чтобы с чего все началось куда вы вообще обратились первое что было у вас значит все правильно я был юристом и меня все устраивало и довольно таки как бы были большие результаты и в деньгах и в занятости и ростка в компании был но я осознал что я в лишней весе так и к этому моменту меня подобралась нелюбовь к моему юридическому делу я там попал на ночной дтп с летальным исходом там наступил в кровь плюс я в судах как был начал вставать я чувствую ту ауру как бы что негатив какой-то людей там лишают свободы там судьи очереди органы как бы там недовольные клиенты там из тоже какие-то ситуации в общем я устал как бы от этой беготни и я подумал что раз и могу похудеть сам то я наверно могу помогать людям и я вот запустил первый марафон как бы 78 человек мне похудел там первый месяц об этом тоже чуть позже а давайте вот вернемся к тому когда вы чувствуете что у вас одышка вам тяжело вы чувствуете что у вас лишний вес работа ваша приносит вам негатив в этот момент вы что делать вы идете в интернет и начинаете смотреть какие-то ролики о том как люди худеют вы записываетесь на консультацию к диетологу вы начинаете пересматривать свой рацион и убирайте булки и сладкое с чего вот начался вот этот вот момент 12 лет ношения лишнего веса за последние 8 лет я предпринимал насколько я сейчас как бы подсчитал более 17 разных инструментов я пробовал это диетологи психологи нутрициологи это бады это изнурительный спорт с тренерами и без это скаченные диеты скаченные планы питания это там всякие перепады температур до в районе проблемных зон да как как холод так и всякие горячие штуки это знахари в регионах которые там били даже даже до них да дело дошло это платные клиники очень дорогие которые больше миллиона рублей стоили там и тогда там подобное и какой-то эффект от этого почувствовали раза я худел я бы худел на 3 на 6 200 по-моему на 80 с лишним килограмм и все три раза вес вернулся даже больше чем был то есть всегда вес возвращался и конечная точка была ну как бы два переломных момента был первый переломный момент когда я захожу в одно на одну встречу мне с порога человек понимающих психологии я на самом деле немножко у меня задел в тот момент я понимаю для чего он сделал он моей половине с кем я зашел он сказал смотри какой он толстый и я понимаю что он был специалист не хотел меня задеть что он хотел я разбудить делал сознательно он сделал это и второй переломный момент это то что я понял что я просто за счет клиентов ем пять раз в день то что меня встречи начали проходить в ресторанах до офиса клиенты часто не доезжали по юридическим делам я ехать на территорию тоже как бы обленился служебной необходимости приходилось есть мы да мы встречались на нейтральной территории ресторан или кафе клиент чаще это все объединял со своим бизнес-ланчем или там со своим трапезой и я часто начал есть за счет клиента и я заметил что хоть у меня был обед полноценный я не отказываюсь там от люля кебаб любимых каких-то блюда там от лепешек кавказских таким образом я разожрал себя до 119 килограмм 630 640 грамм то есть 120 килограмм то есть это минимум 30 килограмм лишнего веса это от спортивного веса и взгляд худышки то это 40 42 килограмм лишнего веса обалдеть вот и в общем накопилось мне желание похудеть и я начал потому что мотивация так хорошо знахарки вам не помогли вот вы располнили далеко что еще было что вот вы от чего вы почувствовали эффект или у вас было два таких вот периода когда вы схуднули набрали опять после этого вы поняли что ничего не помогает надо серьезно подходить к проблеме и уже начали ее ковырять самостоятельно с индивидуальным подходом включая какие-то вот собственные наблюдения тот же комплекс понятно что комплекс нужен да то есть нет такого понятия как вот там сахар убрал и жизнь наладилась чудес вот мне кажется все таки не бывает или я вот четки понимаю я расскажу у меня 8 лет попыток похудеть практически были одинаковые стабильные я не прекращал чувствовать что мне нужно избавиться от лишнего веса и просто после всех моих неудач а я пробовал очень много чего чтобы худеть в один прекрасный момент я понял что как бы все я готов и я понял что информация я буду пробовать это по-своему я очень сильно обломался то что не дают диетологи очень сильно я очень против того что вытворяют с нами представители пищевой индустрии я против рекламы ночевая химическая производителей я против рекламы еды вечернее время я все это сейчас поясню почему и просто в один прекрасный момент я понял что как бы мне не нужно быть диетологом чтобы похудеть мне не нужно знать как усваиваться белки жиры и углеводы чтобы похудеть мне не не нужна теоретическая чушь там про пейте воду делать зарядку мне нужно совсем другое я понимал чем моя проблема я начал выписывать эти вещи это такие штуки как захожу в кафе на автомате на деловую встречу и поднимаю руку прошу ли прошу меню делаю заказ я начал отслеживать что что за психология во мне вот момент что я боюсь что в кафе нельзя сидеть без заказа мне могут выгнать я хочу объединиться с клиентом который трапезничает то есть ну как бы не 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 ставить его в дискомфорт что он как бы один кушает а я смотрю в рот я хочу показать свою платежеспособность что тоже делаю заказ я кушаю на автомате абсолютно забываю что я кушал я хочу почувствовать вкус и определён то есть все это реально вообще не связано с моим голодом как только я осознаю что подожди у меня через два часа запланирована трапеза там жена или кто-то там мама сделала вкусные котлеты неважно что я понимаю у меня через два часа как бы трапеза но я ем все равно какого хрена я сейчас впихну в себя эту тарелку на как правило тарелка как бы не заканчивалась ну то есть ну я в 180 сантиметров роста в 120 кг веса могу положить себе за трапезу две-три тарелки шлифануть это десертом вообще не отследить что у меня чувство незаконченности после трапезы то есть как это у многих да там обед съел хочется чем вы еще лакернать вкус печенюлькой с чайком это же чувство незаконченности в этот момент только вкусовые рецепторы хотят поесть желудок кричит стоп мы здесь переваривали на газе как вот и когда я все эти штуки по выписывал меня получился такой огромный объем информации куча примеров куча психологических объяснялок из тех программ которые раньше проходил из тех программ которые сам додумал из моих там возьму опыта работы из моего опыта жизни и я понял что все трансформировался в большую простую программу как похудеть обалдеть я просто начал шаг за шагом тем не менее все равно с психологии начинается только голова и голова никакой фитнес уколы никакие варианты не помогут потому что вы не удержите результат причина только одна если ты сейчас потолстел то как только ты закончишь пить бады ходить на спорт снимешь кольцо желудка уйдешь от этого психолога ты опять вернешься к этому же образу жизни соответственно если это раньше привело к лишним килограммам почему ты думаешь что это сейчас не приведет к лишним килограммам только если ты меняешь голову свои привычки ассоциации предпочтения пристрастия рацион формат приготовления как-то отражаешься в зеркале как-то зависишь от цифры на весах как только ты вот это все согласно даже когда идешь к диетологу платишь ему деньги это все равно воспринимаешь это как некую услугу которую тебе оказывает этот человек после этого ты расслабляешься это вроде даже стараешься больше для него а не для себя что делают диетологи это отдельная песня у меня я прошел минимум 12 платных диетологов из них двое были ли с лишним весом а скажите мне тогда сейчас пожалуйста вот что вот вы как человек который все-таки такой опыт приобрели какие самые распространенные или может быть я не знаю там коварные ошибки худеющих вот вы как-то для себя их определили что люди делают не так почему мне удается похудеть честно говоря мое мнение такое что мы вообще как бы не знаем как худеть и то что нам дают специалисты вообще нам не нужно и это точно нельзя делать какими-то нововведениями в жизни то есть похудеть за счет того что купил велосипед или начал считать калории или иначе пить бады или пошел на спорт потому что как только ты этот процесс останавливаешь талин возвращается соответственно получается ты как бы не жизнь меняю снимаешь последствия а я предлагаю как бы поменять жизнь которая привела к лишнему весу и делается поменять жизнь не меняя привычный ритм и не напрягая не себя не просто начиная чуть-чуть как бы осознавать что ты ешь зачем ты ешь что ты получишь на выходе какие у тебя цели хочет ли желудок куда-то переваривать сколько он оттуда возьмет важных веществ потому что как бы наполненность желудка и сытость желудка две разные вещи наполненность наполнить можно дошираком хлебом кетчупом водой быть очень довольна до быть сытым получить сигнал как бы в голову что желудок удовольствие есть да как бы веществ организм выбрать не сможет оттуда для поддержания жизнедеятельности поэтому я за осознанность вот а в принципе к сожалению тут даже дело нет ни в ней как бы не в моем мнении или что но что я против диетологов просто я я очень сильно разочарована что в принципе нам дают для похудения какие-то вот эти инструментарий да там идиноспорт да в этом откачаем у тебя жир смысл это простое решение человек всегда идет за простым решением что мы здесь и сейчас решили праве но временное что на дорогой а люди понимают да где не все это понимают надо осознанность добавить осознанность давай отлично давайте на этом моменте мы с вами прервемся встретимся ровно через неделю в подкасте а вот это попробуйте и вы нам расскажите уже поподробнее все секреты как похудеть легко 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 бесплатно давайте бесплатно с этого начнем все спасибо друзья до встречи через неделю